Блуфин 9 Даже сегодня, в век высоких продвинутых технологий, океан все еще остается по большей части неизведанной территорией, которая таит в себе немало опасностей. Должно быть, именно поэтому компании с мировым именем, такие как General Dynamics, пытаются придумать новые способы, как исправить ситуацию. Несколько лет назад американские специалисты впервые представили миру вот такой беспилотный подводный аппарат. По задумке он принесет массу пользы как коммерческим пользователям, так и военным. Устройство представляет собой продолговатый аппарат весом 70 кг, длиной около 2,5 метров. Ручки, прикрепленные к корпусу, облегчают транспортировку. Блуфин 9 спускается в воду с причалов либо с судов. Большое количество продвинутых датчиков позволяет справляться с самыми разнообразными задачами. Так устройство может выполнять экологический мониторинг, разминирование подводной наблюдения и съемку. Он идеален для поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а также пригодится при создании подводных карт. Блуфин 9 передвигается со скоростью 11 км в час в крейсерском режиме, либо со скоростью 9 км в час в режиме съемки. В работе ему помогает гидролокатор, камеры высокой четкости, звуковой датчик с возможностью измерять температуру, давление и многое другое. Максимальная глубина погружения – 200 метров. SOB Sentry Все мы хорошо знаем и понимаем, что такое противоударный щит, широко используемый полицейскими сотрудниками спецслужб. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, что его простая и очевидная конструкция может быть усовершенствована? Свой вариант модифицированного щита представила компания Security Pro USA, и он имеет целый ряд ключевых преимуществ. Во-первых, это, конечно же, наличие колес. Щит стоит сам по себе, не занимает руки. Кроме того, человек не устает от необходимости переносить лишнюю тяжесть. Во-вторых, это модульная конструкция. Несколько щитов в считанные секунды можно объединить между собой, чтобы получить сплошную пуленепробиваемую стену. Пустоты сбоку, а также между щитами при желании прикрываются дополнительными панелями. Обратите внимание, что даже несколько щитов, собранных в один, остаются маневренными, не сковывают движения людей позади. Последняя важная особенность – абсолютно все поверхности очень прочные. Даже шины и оси выдержат как минимум несколько огнестрельных выстрелов, прежде чем сломаться. Segway SE3 Petrola Несколько лет назад всемирно известная американская компания Segway продемонстрировала миру свою особенную линейку персональных электрических транспортных средств. Она получила название Petrola и, как можно догадаться из названия, была разработана специально для полицейских, охранников и прочих сотрудников спецслужб, которые выполняют миссии, связанные с патрулированием. Различия между SE3 Petrola и обычным Segway найти несложно. Прежде всего в глаза бросается наличие третьего колеса, спереди. Оно придает устройству внешнее сходство с мини-мопедом, однако на самом деле имеет вполне практичную функцию. Колесо отвечает за устойчивость, чтобы при необходимости райдер мог покинуть транспорт в считанные секунды, не заботясь о его состоянии. Специально реализованная в устройстве технология RideDetect засекает отсутствие человека за рулем и самостоятельно останавливает работу электромотора. Предельная скорость Segway SE3 Petrola составляет 24 км в час. Запас хода — около 40 км. Он изменяется в зависимости от условий вокруг и стиля езды. Sentinel Robotic System Каждый день полицейские, выходя на службу, подвергают своей жизни смертельной опасности. Иногда даже безобидная на первый взгляд проверка документов в автомобиле может обернуться критической ситуацией, когда на кону стоит здоровье и даже жизнь. Специалисты американской компании Trapezium Technologies задумались о том, как сделать работу офицеров хоть немного безопаснее. Так была разработана роботизированная система Sentinel. Это крохотная дистанционно управляемая машинка, которая позволяет офицеру оставаться в автомобиле, но при этом осуществлять проверку документов. Система имеет довольно простое устройство. К роботу прикреплена камера, которая в режиме реального времени передает изображение и звук в полицейский автомобиль и обратно. Дополнительные преимущества — встроенный элкотестер и устройство для измерения тетра-гидроканабинола. Security Wedge Barrier Следующее изобретение, о котором пойдет речь, представляет собой дорожный блокиратор. Это специальная установка, которая монтируется на проезжую часть и в случае чрезвычайной ситуации принудительно заставляет транспортные средства остановиться. Вынуждены согласиться, даже испытания барьера выглядят очень и очень страшно. Однако иногда установка таких конструкций — жизненная необходимость. Например, барьер может уберечь поезд с кучей пассажиров от столкновения с тяжелым грузовиком. Конкретная демонстрируемая модель барьера является разработкой американской компании ELGO Team. Ее эффективность доказали многочисленные суровые испытания. Даже при столкновении с грузовиком весом 6,8 тонн на скорости 80 км в час он сохраняет свою работоспособность. Обратите внимание на отсутствие тормозного пути, что в критической ситуации может спасти кому-нибудь жизнь. Blue Hello Ношение специального защитного жилета — обязательное правило, которое полицейские вынуждены соблюдать на постоянной основе. В опасной ситуации оно защищает тело от пулевых ранений. Ну а все остальное время причиняет массу дискомфорта, особенно летом. Дело в том, что конструкция жилета чрезвычайно плотная, материал не дышит, не выпускает тепло, из-за чего очень скоро становится невыносимо жарко. Гаррет Вудс — офицер полиции с 7-летним стажем, которому описанная проблема понятна как никому другому. И именно он — изобретатель устройства под названием Blue Hello, призванного избавить, наконец, полицейских от мучений и дискомфорта. Оно имеет простую, но эффективную конструкцию — надевается под защитный жилет. Сжатие помпы наполняет специальные отделения воздухом. Они, в свою очередь, приподнимают жилет, создают между ним и телом пространство. В общем-то все, однако этого более чем достаточно. Воздушная прослойка дает воздуху циркулировать, выпускает тепло и помогает телу лучше регулировать температуру. Симис Следующий герой нашего видео — гусеничный военный робот Симис, разработанный эстонской компанией Milram Robotics. Выпуск начался в 2015 году. Транспортное средство уже стоит на вооружении таких стран, как Норвегия, Германия, Великобритания и США. Максимальная скорость передвижения — 25 км в час. Предельная грузоподъемность — 1200 кг. Предназначению Симис достаточно много. Это доставка грузов, сопровождение пехотных войск, обнаружение и обезвреживание самодельных взрывных устройств. Ко всему прочему, Симис может быть оборудован огнестрельным оружием, тогда он выполняет роль боевой единицы с дистанционным управлением. Мощные гусеницы позволяют устройству не бояться бездорожья. Он преодолевает препятствия, не увязает в песке, грязи, снегу. Способен проложить себе путь, сваливая мелкие деревья. Не боится воды, может даже погрузиться на глубину до 60 см, сохраняя при этом работоспособность. Фокс Хаунд Последняя техника, которую мы сегодня покажем, представляет собой легкий бронированный автомобиль, производством которого занимается британская компания General Dynamics Land Systems. И это нетестируемый образец. Британское министерство обороны еще в 2012 году получило в свое распоряжение от 400 таких автомобилей. Фокс Хаунд пригодится в патрулировании, либо для тыловой поддержки. Машина похвастается маневренностью, грузоподъемностью в 2 тонны, внушительной предельной скоростью, которая составляет 112 км в час. Всеми своими качествами Фокс Хаунд демонстрирует эталонную надежность, адаптируемость, высокий уровень обеспечиваемой безопасности. Эй, хватит лениться, пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры подогнал «Симон»!